К Бадяну, когда он еще малолетка, был типа фея подвалила. Ну и гутарит. Я либо мозги тебе дам по жизни, а ще чумовые. И память такую, блин, как у ботана в натуре. Либо ты будешь правильным пацаном при делах. Но я его типа спрашиваю, ну чё? А он, ну чё, чё? Я не помню чё. Я тащусь, пацаны! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! На, братва, а вот чё я еще слышал. Подходит пацан к барыге. Типа гранату за пятерку надо? Чё, блин, ну ты, понимаешь, давай. На, держи. А вот за кольцок, а не две сотни. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Не, ну ты чисто комик, ну ты аще! Ну чё, пацаны, типа анекдот. Подъезжают к бару конкретно два сталкера. Один на распальцованной Тойоте, весь при понтах на цырла. Другой на такой ковеной ниве расфигаченной. Ну, крутой выходит из тачки и видит, второй пять минут дверь захлопнуть не может. Ну, то постоял рядом, посмотрел. И кореш, ну чё ты паришься? Чё стремаешься? Кого? Да тут вообще седа спокойно, я вон точила свою и то не закрываю. А мужик ему, да я типа тоже не закрывал, так вчера бюреры на седуху насрали. Братва, тут я один тупой или все не поняли, это типа про чё? Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролер ошивается. Сталкер ему, пошел вон отсюда покацал. Контролер обиделся, ну, ты сдурел что ли? Нужна мне твоя развалюха сто лет. А сталкер свое гнет. Я сказал, вали. Угнать скажем, не угонишь, а вот нацарапать какую-то похабень с тебя станет. Вот, блин, так не смешно же. Как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по поясу. Через минуту достают и спрашивают. Артефакты, бабло есть? Он ему, нету. Опускает его еще раз, достали, спрашивают. Артефакты, бабло есть? Да нету. Опять окунули и опять спрашивают. Артефакты, бабло есть? Ну, тот и не выдержал. Блин, вы или опускайте глубже, или держите дольше. Но мутное ни хрена не видно. В общем, сталкер пришел к доктору и говорит. Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки. Это вас уважаемый контролер предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете вглубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. А то не ровен час, сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое, доктор. Да не за что, говорит контролер. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятна. Ну, ты даешь. Я тут вспомнил вот. Появился, значит, в зоне черный сталкер. К лагерю ночью повырялся приходить, и там сует руку в палатку и говорит. Водичкой попей. А если не дашь хлебнуть из фляжки или наружу полезешь, пришибет. Раз мужик один решил пошутить. Вылез тихо из палатки, надел кожаную перчатку и полез к соседям в палатку. Полез, значит, и попрошайничает жалостно. Водички, водички попей. А тут из палатки навстречу ему высовывается рука из-за горла его цап. И такой сиплый голосок отзывается тихонько. А тебе моя водичка зачем нужна? Класс! Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит. Насчет радиации я тебе чего скажу. Гонит, как не знаю кто. Я тут уже лет пять шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Вот такое знает кто? Старый и молодой долговцы идут по зоне. Вдруг старый останавливается и шепотом говорит молодому. Тихонько иди вон к тому дереву. Голова стекла на цыпочках, пополз, аж вспотел. Дошел и руками показывает, мол, дальше-то что делать? А бывалый, как завопит радостно. Во, я же говорил, брешут, брешут, что тут аномалия. Ну ты даешь. Вот такое знает кто? Висит на базе долга объявления. Организуется поход в зону с целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих и любителей этого дела назначен на 9.00. Этого дела брать с собой по две бутылки. Блин, так не смешно же. У нас во взводе один был, так тот как отмочит. Вот, например, заблудился сталкер, идет по лесу, значит, и кричит. Люди! Ау! Эй, кто-нибудь! Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то. Он, значит, оборачивается, а там здоровенная такая страхолюдная тварюга. И говорит ему печально. Ты чего тут разорался, а? Сталкер. Так я это, ну того, ну, заблудился я. Думаю, может, кто-нибудь услышит, вот и кричу. Тварюга вздыхает. Ну я услышала. А смысл? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Пробуй, значит, контролер слепого пса научить на задних лапах стоять. Пробует, пробует. А зомби ему и говорит. Да брось ты это дело. Он ведь сейчас не слушается тебя нифига. И потом не послушается. А контролер ему. ЦЕСТЕ! Забыл, сталкер, как ты сам вначале выеживался? Эй, блин! Ну ты да! Короче, анекдот цивильный Столкнулись, значит, в зоне как-то две нивы Из одной четверо сталкеров выскочили, из другой не меньше Ну, вообще слово за слово, мордобой пошел Потом пальба началась А в кустах у дороги сидит контролер и радуется Да, не пропал денек зря Сейчас, дружбанов, на шашлык соберу Короче, хохмар, встречаются двое сталкеров Слышь, а ты про Васю, ну того, который в детстве еще хотел летчиком стать, знаешь? А че с ним? Да он вчера в трамплин попал Опа Сбылась, можно сказать, у человека заветная мечта Полетел А такое слышали? Приходит крутой к сталкеру и говорит Достань мне артефакт, золотая рыбка У всех пацанов есть, только я как лох Так это, он же радиоактивный Да какая хрен разница Радиоактивный, радиопассивный Я же ее не в трусы положу А на цепочке носить буду Слушай, завязывал бы ты хохмить Ну, задолбало, честное слово Заблудился как-то долго ведь в зоне Еле живой ходит и кричит Кто-нибудь, спасите, помогите Честное слово, пить, курить брошу И даже про свободовца Плохого слова никогда не скажу И где говорить ха-ха? Короче, сейчас остается шутка юмора Стоит сталкер у перекрестка в зоне И читает указатели Направо аномалии Вперед монстры Налево кабаки и девки Подумал сталкер, подумал И пошел вперед Думает Выживу, надо будет у свободовцев спросить Что за ужасы такие новые и непонятные Кабаки и девки Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Устроил как-то долг На кордоне жутко секретную засаду И перехватил одного сталкера А у того полный рюкзак хабара И бадун шучайший И чувство раскаяния накатило Командир, отпусти ты меня Вот говорили мне, что пить вредно А я не слушался А ведь верно, да? Если бы я трезвый был, разве сунулся сюда? Вчера ж вся зона видела, как вы на этой тропе Засаду устраивали Ну и что? Вот слушайте Идет молодой сталкер по зоне И вдруг видит озеро, которого нету на карте Он туда-сюда, потом смотрит Какой-то мужик неподалеку маячит Ну молодой к нему и спрашивают Уважаемый, а как бы мне озеро обойти? Кто-то отвечает Пошли мне, по дороге я покажу Ну идут, а молодой и говорит Вы наверное каждый кустик тут знаете Раз без оружия ходить не боитесь Мужик смеется А кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби Контролеров Мужик задумался и отвечает Ладно, монстры ж монстры, это понятно Ну, зомби тоже еще туда-сюда Ну а нас-то, контролеров, чего бояться? Свалился на заброшенном заводе кирпич с крыши И зашиб одного мэна Народ собрался, переживает Блин, монстров и контролеров и так хватает Так еще и кирпичи с крыш летят Во фигня, не повезло чуваку, ну и так далее Но один бывалый пригляделся И говорит Спокуха, мужики, туда и мою дорога Это ж зомби-бродяжий А народ еще больше расстроился Блин, ну что за фигня такая Зомби поразвелось Кирпичу упасть негде Ну и что? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok